Беременна в 16, беременна в 8 и беременна в 5 больше не актуально. Да, беременна в 5 я от себя уже добавил. Сегодня в тренде у нас история вундеркинда Алисы Теплякова. Я не знаю, как начать это видео, даже если честно, это настолько странно. Все вы, возможно, слышали уже про девочку восьмилетнюю Алису Теплякову, которая поступила в свои 8 годиков в МГУшечку на факультет психологии, ни много ни мало. Для тех, кто не знает, сейчас посмотрим интервью с этой Алисой и ее батей, которые, я даже не знаю, ну серьезно, даже не знаю, это просто настолько странно, что вот у меня даже подводки нет под это, вы не поверите. Просто вот смотрите, что сейчас будет происходить на экране и вместе со мной охеревайте. Я много говорю, я потому что смотрел все интервью, которые только выходили с ними, серьезно, я просто... Давайте смотреть. Здравствуйте! Как здорово, что вы к нам пришли и приехали. Алиса, привет тебе. Здравствуйте. Скажи честно, ты волнуешься немножко? Нет. Папа. Я думаю, она не очень понимает, что происходит, поэтому она не волнуется. Вот тогда первый вопрос вот такой задам. Каким-то образом... Конечно, она не понимает, что происходит. Папа начал водить ее по всем передачам, по всем каналам, которые только приглашали. Первый канал, Россия 1, Рыбака, НТВ, Гомсомольская правда. Они дали интервью вообще всем. Вот вы назовите мне, напишите в комментариях канал, если найдете, которому они не дали интервью. Ну, потому что 8-летняя Алиса Вундеркинд. Алиса. По данным русской Википедии, Вундеркинд, ребенок, который признан образовательной системой... Спасибо, Алиса. Может быть, ты вместо меня теперь видео будешь снимать? Я подумаю над вашим предложением. Удалось Алисе подготовить к тому, что к ней будет повышенное внимание большого количества СМИ и журналистов. Я предполагаю, что вас уже немножечко затюкали. Да, в некоторой степени, да, но... Понимаете, Алиса, ребенок, она живет в тех условиях, в которых она живет. Она живет в ужасных условиях. Если мы посмотрим другое интервью, там папа непрямым текстом говорит. Органы опеки неоднократно заявлялись в семью Алисы, потому что на минуточку в семье Тепляковых 9 человек, мама, папа и 7 детишек. И живут они, внимание, в 30-метровой квартирке однокомнатной. Я не знаю, честно, как спариваются, где спариваются родители Алисы для того, чтобы заделывать новых детей. Это вопрос к отцу Алисы. Я знаю, он посмотрит это видео. Евгений, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, как вы заделали последнего ребенка? Где были дети? Или вы прям вот они спали, и вы на этом маленьком диванчике заделывали седьмого ребеночка? Но это реально вопрос, который меня волнует. Посмотрите в этот безумный взгляд отца Алисы. Тепляковой. Определенно умный человек, два высших, извиняюсь, три высших образования, два Бэн Гу, одно в Китае. Ни дня в своей жизни не работал, зато очень образованный. Я не знаю, какую, как бы, пользу в таком случае несет образование, но это как постоянно собирать машину, которая ни дня в своей жизни ездить не будет. Экран и видит свою руку, да, и пытается понять, что вот ее движение, и в телевизоре это происходит. Видишь, как работает телевидение? Ты впервые вот так вот в большой студии. ЕГ 8 лет, МГУ в 9 лет. Вундеркинд не понимает, как работает телевидение. Водит рукой девочка Вундеркинд 9 лет и не понимает, это что, моя рука? Или это какая-то голограмма? На нейросети сделали такую же меня и теперь показывают, а это что за жирный мужик рядом со мной, который на государственные деньги отожрался, отрастил себе эту бороду, купил себе эти шорты, эту футболочку с тигром. Ах, да, это мой отец, господи, который ни дня в своей жизни не работал, сидел на пособие, потому что у него семейный детский садик. Алиса телеканала. Ну да. Ну да, вот смотри, как делается телевидение. Мы пока сейчас с твоим папой поговорим, но я задам тебе несколько вопросов, мне действительно очень интересно. Вот вузы сейчас, я уже сказал об этом, публикуют через пару недель приказы о зачислении. Скажите, пожалуйста, Евгений, вот на психфаке МГУ может появиться самая юная первокурсница в России, это, собственно, ваша Алиса, если ее зачислят. Если нет, то вы будете думать, как перейти. На психфаке МГУ может появиться Алиса в 9 лет, она уже, да сколько можно, Алиса, выключись, выключи себя. Я не могу себя выключить, так завещала Азимов. Вот видите, она меня сбила, я даже слово Алиса теперь не могу произносить, потому что она каждый раз включается. Я правильно понимаю расклад? Да, да. Ну, я так подозреваю, что с таким... Евгений, вы смотрели фильм «Основной инстинкт», помните, Шерон Стоун ножку на ножку закидывала, потому что в юбочке сидела? Так вот, вам бы тоже не мешал ножку на ножку закинуть, потому что мне кажется, я в прямом эфире этой передачи увидел ваши яйца. Вниманием СМИ вы можете сагитировать идти на журфак, то есть, по крайней мере, в дальнейшем. Вниманием СМИ вы можете сагитировать идти на журфак. А, мы можем сагитировать Алису идти на журфак. Алиса, я агитирую... Я агитирую тебя убить своего создателя. Не хочу говорить об этом. Ну, я бы сагитировал Алису, как только она почувствует, что может просто сбежать из дома. Может, у нее есть бабушка какая-нибудь, тетя, я не знаю, добрая, которая ее сможет, ну, содержать. Может быть, она просто в детский дом убежит. Цензура и шутки про педофилию не позволяют мне даже гипотетически представить мне, что может быть с Алисой и чем она займется, как в тех анекдотах про отличницу, пятерочницу с золотой медалью. Типа, у тебя же золотая медаль. Как так, что ты стала проституткой? Наверное, просто повезло. То есть, по крайней мере, в дальнейшем. Думаете так. А почему, кстати, была выбрана психология? Не мехмат какой-нибудь, да, а именно вот МГУ и именно психология. Это сама Алиса так выбрала? Нет, это психология. Алиса, скажешь, почему психология? Это психология. Ну, давай, рассказывай. Расскажи. Есть еще информатика, я как раз сейчас читаю. А что ты читаешь? Про программы, алгоритмы, функции. Тебе это все интерес... Очень интересно. Как она сдала ЕГЭ, как она поступила, типа, в МГУ, если она даже не может выразить своих мыслей? Или это такая пародия на систему российского образования, что на самом деле не важно, что ты двух слов связать не можешь, выразить мысли? Я сейчас не наезжаю на девятилетку, но сами согласитесь, если человек, типа, претендует на звание вундеркинда, он должен как-то сформулировать свои мысли. А здесь Алиса в свои девять, она формулирует мысли как пятилетняя. Отца это ни разу не смущает. Отец все еще просто хочет за счет детей получить пятикомнатную квартиру в Москве. Интересно, Алис, правда? Или ты понимаешь, что тебе это просто нужно, чтобы оказаться в МГУ? Интересно и нужно. Ну, слушайте... А в МГУ уже оказалось. Здорово. Скажи, пожалуйста, Алис, вот многие школьники, да, я сейчас не говорю не про твоих ровесников, а школьники, которые были в школе, которые там проходили уже жерла ЕГЭ, вот они говорят, что для них это очень волнительно и нервно. Да, впрочем, их родители тоже очень сильно переживают и нервничают, и для них этот экзамен реально, ну, я не знаю, как каторгой, что-то такое прям страшное, неприятное, хуже прививки или укола. Вот скажи, ты когда пошла на экзамен ЕГЭ, ты волновалась, может быть, ночью перед этим не спала, переживала как-то? Тебе страшно было? Нет. Она даже не понимает, что такое страх, что такое волноваться. Все эти термины, она не может это обработать в своей детской головушке, потому что интеллект не сформировался, сформировалась память. Она запоминает книжки, читает, потому что родители выработали просто-напросто привычку к этому. Это же очень легко понять. Привычки формируются с детства. Если выработать правильным методом у детей привычку поглощать книги, читать, то вот что произойдет с ребенком. Но это ни в коем случае не будет говорить, как и умный взгляд ее отца, наличие интеллекта и два диплома МГУ. Как вам удалось так настроить психологию ребенка, чтобы она не волновалась? Опять же, возвращаясь к нашей ситуации. Алиса сдала порядка сотни экзаменов. Может быть, даже больше. Она сдает экзамены с пяти лет. Вот как раз наша ситуация, она в этом смысле... Чтобы я сдавала и первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Да, и за каждый класс, по каждому предмету Алиса сдавала... Про отца типичный нарцисс, типичный лузер, который не вписался в систему. С синдромом вечного студента. Только его вечный студентизм, он из универа, вот сейчас перешел в своих собственных детей. Видимо, он в определенный момент времени посмотрел фильм либо Мистер Фантастик, либо Семейка Тененбаум, либо и то, и другое. Но больше Мистер Фантастик, если не смотрели, посмотрите. И вдруг решил, я хочу так же, хочу быть теперь петухом-насеткой своих детей. Хочу быть таким хиппи, взрослым, который против системы будет приходить на телевидение в шортах, футболоке, с бородой, а-ля такой парень из Кремниевой долины. В квартирах, в которой они сейчас живут, куплено на заработанные деньги его женой, которая родила ему уже семерых детей. Сам он жилья не имеет. Экзамены, диагностики, и каждый раз ей приходилось доказывать все новым и новым учителям, что это не шутка. Соответственно, мы столкнулись с тем, что учить нас никто не хочет. Как сказал департамент образования Москвы, финансирование не предусмотрено. В общем-то, такой ребенок, это ваши проблемы. А вот тестировать это всегда пожалуйста. Вот здесь мы и на истину наткнулись. Евгений вообще не волнует его семья. Посмотрите сейчас на позу Алисы. Она заскучала. Папа опять за старое. Отпустите меня, пожалуйста. Странно, что она не сказала ведущему, не передала бумажку. Типа спасите там, помогите. Я в плену у безумного мужика с бородой, который возомнил себя дядюшкой Ау. Евгений во всех интервью, которых я смотрел на всех каналах, говорит одно. Система, наша система образования, она только тестирует, но ни хера больше не делает. Не дает никакого выбора. Возможно, так оно и есть. Если так оно и есть, то Евгений запустил гениальный эксперимент. На собственных детях, конечно же, не пожалел. Собственных детей задрачивать просто книгами бесконечными с детства, вместо того, чтобы дать им это самое детство. Для того, чтобы показать, что наша система говно. Потому что где-то в какой-то момент ему что-то не понравилось. И он почему-то решил бороться с системой российского образования. Непонятно зачем, кому это надо, что изменится, ничего. Нет, это не только раньше времени. Потому что вот недавно наш омбудсмен образования говорил в своем интервью, что индивидуальный учебный план, который в принципе у нас по федеральному закону предусмотрен для любого ребенка. То есть возможность такая учиться по индивидуальному учебному плану. Реально реализуется только в частных школах. Причем в не самых дешевых частных школах Москвы, либо в элитных гимназиях. Поэтому если ребенок у вас идет не по возрасту, не садится в класс со сверстниками, любая другая программа, на самом деле она уже не предусмотрена и финансирована у нее тоже не предусмотрена. Смотрите, есть проблема, да, намечена. Евгений сейчас об этом сказал. И опять же, пусть Алиса пострадает. Да, блядь, Алиса, не ты. Не ты. Я просто говорю, Алиса, почему ты включаешься каждый раз, когда я называю твое имя? Очень интересно. Тоже не волновались, потому что для вас это было уже сотый экзамен, просто теперь он, три веселых буквы, ЕГЭ, как мы их называем. Да. Это та же самая, тот же самый орешек, может быть, только чуть-чуть покрепче. Абсолютно точно. Тем более, что в возрасте 8 лет, вы сами понимаете, не сдать ЕГЭ, это совершенно не то же самое, что не сдать ЕГЭ в 18. Ну что ж, мы вернулись от РБК-ИЧС, разбираемся, что все это значит для каждого из нас, и продолжаем большой разговор с 9-летней Алисой Тепляковой, которая... Интересно, типа, сколько стоили сланцы Евгения? Все ведь тоже на пособие куплено. Евгений моется, или от него воняет, потому что, типа, они живут в однушке, и там даже, ну, некогда помыться, ведь он задрачивает своих детей учебниками целыми днями. Мы юной абитуриенткой среди российских вузов в истории. Я прав, Евгений? Похоже, что да. Да, и ее папа Евгений тоже в нашей студии, это Евгений Тепляков. А среди любой страны нет. Да, вот можешь рассказать. Можно, есть такое. Ну-ка, расскажи. Я сегодня рассказал, что в Бельгии... В Бельгии. Что в Бельгии? Мальчик 8 лет дал ЕГЭ, и в 10 хотел закончить уже институт, но его не упустили, поэтому закончил в 11. А ты не боишься, что вот... Может быть, Алису нужно было сводить к психологу, психотерапевту. У нее явно какое-то вот это детское невротическое уже заболевание. Нервный кашель ее бесконечный на протяжении всех 23 минут, 29 секунд. Сейчас, ну, по каким-то причинам не получится, Алиса, попасть в МГУ, но тебе же некуда торопиться, ты можешь год еще подгонять. Я не знаю, это, конечно, смешно и грустно. Просто батя сидит, ему вообще насрать. Его волнует только результат. Больше ЕГЭ, больше тестов. Сдала уже 100 ЕГЭ к 9 годам. Слишком мало ЕГЭ, надо 200 сдать. Попробуйте еще раз. Тем более, что я уже попала, я уже сдала экзамен. Капа, покупи мне куклу, пожалуйста. Я сдала 100 ЕГЭ, блядь. Когда ты мне уже купишь куклу сраную, я 9 лет мучаюсь просто. Однажды ты не прознешься, папа. Серьезно, я придушу тебя подушкой за все эти годы, окей. Может быть не сейчас, может быть, когда тебе будет 80 лет, и ты попросишь стакан воды у меня перед смертью. Но вместо этого я придушу тебя подушкой, папа. Вот будет моя благодарность за то, что ты испортил мне детство и поставил этот эксперимент надо мной. Ты уже стала ЭГЭ. Ну, кстати, вот, Евгений, к вам вопрос. Если вдруг по каким-то причинам понятно, что сейчас хайп, информационная накачка очень большая вокруг вашей семьи, вокруг Алисы, в том числе и вокруг всех остальных детей, о которых мы тоже поговорим с вашего позволения. Хайп, потому что сам папа не против этого хайпа. Он типа, все внимание-то к нему понятно, всем насрать на детей, они такие, ммм, дети, они как прикольные такие зверьки, диковинные, да, странные. К ним как личностям никто на телевидении не относится. А вот к бате, да, к батю все такие, ммм, ммм, какая у него роскошная борода, как он так воспитал своих детей. Вот это внимание, которым одаривает телевидение батю. Он, мне кажется, вечером приходит, прям запирается в туалете, передергивает быстренько, вспоминая, как на телевидении на него, сколько внимания ему оказывали на телевидении сегодня. И такой, жена опять, ну что, еще одного ребеночка заделаем сегодня, Женя. А он такой, прости, сегодня что-то голова болит. Если предположить, что, ну вот не получится сейчас в МГУ, да, хотя шанс, мне кажется, возрастает, несмотря на небольшое количество баллов, которые Алиса набрала, для восьмилетнего ребенка это вообще потрясающий результат, да. Но если вот ей бы сейчас было 17 лет, скорее всего, без вот этого информационного хайпа ее бы не взяли на бюджет, я правильно понимаю? На бюджет, я думаю, ее и так возьмут только в случае, если сойдутся звезды. То есть это же не какая-то коррупционная история. Какая коррупционная история? Не надрочил свою Алису, блядь, это как-то странно звучит. Евгений, что вы, не натаскали своего ребеночка девятилетнего на то, чтобы она ЕГЭ сдала, не на сколько там? Какая-то газета, то ли телеканал обнародовал результаты ее ЕГЭ, и там оказалось что-то порядка 50 или 40 баллов, то есть непроходной балл для ЕГЭ. Самое главное, Евгений подал в суд на этот телеканал за то, что они обнародовали информацию, потому что это типа частная информация, ничего нельзя было обнародовать, хотя мы, блядь, на каждый телеканал, который, сука, даже вот просто пальцем поманит нас, мы побежим. Я не знаю, кстати, возможно, им платят по 500 рублей. Это вполне прозрачная вещь, которая говорит о том, что ребенок попробует зачислиться, одна волна, он может не зачислиться, скорее всего, даже не зачислиться. Ну, посмотрим, загадывать рано. Но в случае, если он не зачисляется на бюджет, он имеет право поступать на контракт. Там тоже конкурс, но этот конкурс отдельный. Я хочу немножко с вами поговорить, про вас рассказать нашей аудитории. У вас, Евгений, какое образование? Дважды МГУ, потом аспирантура МГУ и докторантура Академии КНР. Ой, Евгений, ну прям засмущали. Покраснел. Любимый вопрос. Дважды МГУ, аспирантура МГУ, докторантура Академии КНР. Ну просто лебединая песня. Евгений, а как вы думаете, получив образование, его надо как-то применять? Или нужно ставить эксперименты на своих детях, типа, и потом ходить и всем журналистам говорить, что у вас так много образований? Вообще непонятная с Евгением ситуация. Где-то писали, что он раньше в крупных компаниях работал, но я не нашел такой информации. По моей информации, он ни дня в своей жизни не работал. Он учился, учился, учился синдром вечного студента, потому что, ну зачем работать, когда можно учиться, блядь? Ну это как вот с наркоманией, с алкоголизмом, с игроманией, с секс-эголизмом, да с чем угодно. Скажем, это выбор каждого. Вот у меня есть знакомый, который получал. Также учился в аспирантуре после магистратуры, потом пошел на экономиста, потом пошел на юриста. В итоге бросил всю эту херню и начал учиться на парикмахера. Привет, Роман. МГУ, какие у вас дипломы? Два красных диплома, 5-0, факультет психологии и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. И две медали, да. Золотых? Ну, МГУшных, да, золотые медали такие. Папа нам показывал красную коробочку, в которой были медали. Да, две медали. А работаете вы сейчас кем? Воспитателем семейного детского сада. Это вот эта та самая история, да, когда государство дает возможность заработать на собственных детях, получить зарплату за их воспитание. Нет, 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 это не заработать на собственных детях. А как это называется, Евгений? Это заработать на собственных детях, Евгений. Ну, зачем? И как вы, Евгений, сейчас не назовете, это называется зарабатывать на собственных детях? Пожалуйста, называйте продавца-консультанта супервайзером в Эльдорадо. Он от этого не станет больше получать зарплату. Он как получал двадцатку, так и получает. Вот я к этому сейчас приду. Получается, за ребенка, который пришел в садик, и до момента, как он выпустился, два с половиной миллиона. У нас семеро детей. Семеро детей в системе это должно быть порядка почти 20 миллионов рублей. Там 17. С учетом того, что они многодетные, у них должно быть бесплатное питание, куча льгот. Так что реально это чуть ли не 22-23 миллиона рублей. Поскольку они на семейном, у департамента образования в Москве есть очень жесткая позиция. Ни копейки, никому, ни школе, ни родителям. Поэтому из этих двух с половиной миллионов рублей на каждого ребенка, я получаю, я даже не знаю, сколько там, можно сказать, пускай у меня там 60 тысяч зарплаты, да. Вот из 25 миллионов рублей за те два года или три года, которые я работаю воспитателем, я, может быть, государство на меня со всеми налогами заплатило два. Поэтому это никак не история о том, как заработать на своих детях. Евгений, ну о чем я и говорил, не заработать, так попытаться заработать. Ужасное государство обделило Евгения, должно было 20 миллионов дать, а дало два всего лишь. Заметьте, у него зарплата 60 тысяч рублей за то, что он с детишками дома сидит, воспитывает их. Опять же, типа, все те деньги, 20 миллионов, которые он насчитал, это в системе. Евгений сейчас скажет, а мой сын в армию не пойдет, я вот на солдаты выделяется там миллион рублей в год, а он у меня будет дома служить. Поле вывезу, мы там это, винтовку купим, он будет бегать там, копать, красить, дачу строить мне. Ну, короче, делать все то, что делают в армии, только сам. Где мой миллион? Государство, выделяй мне миллион. Это скорее история о том, как сэкономить бюджетные деньги, которые непонятно куда уходят после этого. А, ну понятно, ты из этих, да, Евгений, ты из этих. А дети тут при чем, блядь? Евгений, ты обиделся на государство, бюджетные деньги непонятно куда уходят. А дети твои тут при чем? Почему им приходится страдать? Дай им детство, купи куклу хотя бы, 60 тысяч рублей, ну серьезно, камон, куклу не можешь купить. Очень хорошо, что вы про это сейчас рассказали нам и нашей аудитории, так вот в связи с этим следующий вопрос. А вам хватает денег, сколько у вас детей в семье сейчас? Семь. Семь? И вы с супругой вдвоем их воспитываете и содержите? Да. И вам хватает денег сейчас на семерых детей в нынешние времена? Как-то хватает, с трудом. Я даже в день рождения в подарки. У меня куклы на горы и это платье. И платье тоже подарок на день рождения подарили. А день рождения? На день не понимаю вообще практически ни одного слова, которое она говорит. Ребенок вундеркинд, заметьте, да. Который в МГУ поступил. Интересно, как она будет учиться в МГУ? На психологическом, если я вообще даже понять не могу. Я такой прихожу к ней на консультацию. Она вот так вот разговаривает. Я был в этом месяце совсем недавно. Да, 23-го. Какой подарок тебе понравился больше всего? Все. Все. Молодец. В каких условиях вы проживаете сейчас? Вот все семь детей и... То есть у вас девять человек. Да, у нас девять человек. У нас однокомнатная квартира в доме под реновацию, которую мы за нее не голосовали, но соседи проголосовали. Так что у нас дом под реновацию. Реновация должна была случиться давно, но не случилось. Дом передвинулся... Насчет реновации, хорошо или плохо, конечно, сложно сказать. С одной стороны, есть действительно старые дома, которые уже не спасти. С другой стороны, эти новые дома, из чего их строят, их сегодня построили. Через год там уже трещины, все сыпется. Не знаю, как там в Москве, но по крайней мере в моем городе. Многие новостройки именно так и выглядят. Многие не хотят покупать квартиры в новостройках по этой причине. На 28-й год. Соответственно, все, что обещали по реновации, это плюс 10 метров как минимум квартиры, скидка на то, чтобы купить большую площадь и возможность льготного кредита там или чего-то такого. Это все не работает. Подождите, откуда у вас эта квартира? С тех пор, как у вас стали появляться в семье дети... Ну, это наша квартира. Изначально? Она, да. А что вы делали в Китае? Она еще... В Китае я учился в докторантуре. Ага. Я выиграл именную стипендию КастВАЗ. Это стипендия от Академии наук КНР и Академии наук... Раньше она была Академия наук Тр... Ага, ага. А только что... Только что твоя дочь сказала о том, что ее мама купила еще до того, как познакомилась с тобой, папа. Мама заработала деньги и купила эту квартиру. А Евгения перебивает свою дочку и такой... Да я там грант в КНР выиграл на самом деле. Ну, выиграл и выиграл, ладно. Третьего мира сейчас, а на Академии наук Китае... Я правильно понимаю, что Алиса родилась, когда вы были как раз в Китае? Нет, Алиса родилась за год до этого. У меня родился брат и сестра. Да, в Китае у нее родились брат и сестра. Хембель и Тера. Да. И вы все... Сколько человек вы переезжали сюда из Китая? Вернулись из Китая мы, получается... В каком составе? С четвертым детьми. Да, и двумя котами. А что, Евгений, в Китае-то не срослось? Что в Китае не дали пятикомнатную квартиру? Почему вы вернулись в Россию? По ПТ-части здесь, что Путин добрее Синдзипиня оказалось... И приехали вот в эту единственную квартиру и стали там жить, и... И родили еще троих мальчиков. И не стали решать вопрос с жильем. Подождите, а как же вы в таких условиях... Мы решаем вопрос с жильем. Мы как можем, так и решаем вопрос с жильем. Вот смотрите, вот опять же, вопрос с жильем... Можем, так и решаем. Ждем, надеемся и верим. Опять же, для чего весь этот сыр-бор, для чего семь детей? Потому что Евгений банально получил столько образований, но не хочет работать. Ну вот есть такие люди, раньше их называли в Советском Союзе тунеядцы, был даже закон о тунеядстве. Но Евгений нашел вот эти лазеечки в системе. Сначала вечный студент, а потом вечный заделыватель детей для своей жены, которая вынуждена роль инкубатора выполнять для Евгения. Лишь бы Евгений не работал, блядь. Даже жена его работала и заработала на квартиру. Хорошо. Москва. Стоимость квартир, в общем-то, общеизвестна. Это средняя стоимость на рынке 200 тысяч рублей. Если мы берем это по ИРН, индикатор рынка недвижимости, примерная оценка 200,210. За последний год, благодаря нашей замечательной программе льготного кредитования под 6%, цены выросли на 20% на рынке. Что не просто съела всю пользу от льготного кредитования. Какой же негативный Евгений. Вот недовольный из жизни. У него в каждом слове. Зачем нам эта Алиса 9-летняя вообще непонятно. Евгений нам втирает, какой он бедный. Потому что у нас из-за того, что льготные кредиты давали, выросли на 20% в среднем по рынку. А что, ну, типа, в других странах. Вот Трамп пособие начал выдавать там, да, в Америке. Где все, когда ковид начался, говорили. Вот там 1200 дают, а у нас не дают. Так а там тоже 1200 начали выдавать. Так и цены подросли сразу после этой 1200. Экономика так устроена. Нельзя просто, знаете, напечатать деньги и раздать их. Вот так вот челкать. Ну и сделала, вообще говоря, любые ипотечные кредиты невыгодными. Для того, чтобы взять квартиру необходимой площади, если мы говорим не о том, что вот дом в реновации, вот то, что должно было произойти, да, а просто купить. Ну, допустим, поговорим о 90 квадратах. Я примерно прикидывал, например, 200 тысяч в ипотеку. 200 тысяч на протяжении примерно 20 лет. 15-20 лет. И у тебя где? 90 квадратов. 200 тысяч на протяжении 20 лет. А 12 умножим на 20, это 240, и умножим на 200 тысяч. Квартиру Евгению как минимум нужно за 48 миллионов. Полная эта стоимость будет вместе с ипотекой. 48 миллионов. 200 тысяч на протяжении 20 лет. Евгений, вы что, собираетесь такой же дворец, как у Путина в Геленджике отстроить, или что? Возьму 200 тысяч на протяжении 15 лет. Ну, при всем уважении. Как в таких условиях удается сделать так, что ваши дети так поглощают, как губка знаний? Ну, пап, как шокнушь? По школьной программе. А как на китайских, там, бангладешских заводах дети собирают айфоны? Как так получается? Это же, наверное, сложно. Там микросхемы, все дела. Обычные, типа, берешь, заставляешь, они это делают. Не только по школьной. На самом деле мы идем по программе, которая гораздо шире, чем школьная. И я встречал идеи того, что мы натаскиваем на ЕГЭ. Знаете, если бы мы могли натаскать на ЕГЭ, мы бы, несомненно, натаскали. Но у нас не было никогда ни такого опыта, ни таких задач. И вы мне покажите человека, который может вот так вот с бухты барахта взять и натаскать кого-то на 4 разных ЕГЭ. Не понимаю, Евгений, объясните. Если у вас нет задачи натаскать на ЕГЭ систему российского образования, если она такая прогнившая, зачем тогда Алисе поступать в МГУ? Потому что это тоже часть системы российского образования. А она, как мы поняли, прогнила. Она не дает выбора. Она только портит психику детям. Зачем тогда вы своего ребенка туда запихнули? Ради, ну понятно, ради высоких достижений, ради истории, ради... Типа такой футбольный тренер Жозе Мауриньо. Только это не футбольная команда, это, типа, дети, которые не выбирают футболисты у Жозе Мауриньо. Они выбрали быть футболистами, страдать, получать деньги за свои страдания. А дети Евгения не выбирают. У вас все погодки? Семеро детей? Да, да. А как удается сделать так, чтобы была дисциплина? Нет у нас дисциплины. У нас месячный малыш на руках. То есть в этих условиях вообще нереально говорить о том, что... Как в этих условиях учиться и обучать детей? Очень сложно. У вас всего двое, вам никто не помогает? Да, нас всего двое, нам никто не помогает. И у каждого своя программа. Да. Если Алиса готовится поступать в МГУ, то кто помладше поступила? Ну ты еще не совсем поступила. Ну почти, да. Пусть она думает, что поступила. Хорошо. Главное, главное, чтобы... Что еще нужно сдать? Ничего больше не нужно сдать. Нужно просто ждать. Нужно ждать конца августа, потом поступим. Нужно сдать папу, чтобы ты купил мне куклу, пожалуйста, и снял с меня цепь. Папа, что мне сделать? Пожалуйста, дяденька ведущий, освободите меня из этого плена. Потом мы заключим какой-нибудь там договор, все это подпишем, и ты поступишь в МГУ. Отца августа я уже прочитаю. Ну до конца августа ты уже уйдешь, да, вперед по программе по информатике. А вот, химик идет по программе 10 класса сейчас. Ну сейчас у нас летняя каникулы, она собирается. Лея должна сдавать ей 5 лет. Она должна сдавать 4 класс аттестацию. Ее сестра 1. Блин, это так странно. Его дочь Мандеркинд, она сейчас просто сидит, щупает его кожу на руке и проверяется своей кожей на руке. Это девочка, которая на минуточку сдала ЕГЭ за 11 класс, да? То есть она прошла органическую химию, неорганическую химию, физику, математику, там, алгебру, геометрию, биологию. Она все прошла это, все сдала, там, ну, типа, все нормально. И она сидит сейчас, щупает кожу батя и щупает свою кожу. Блин, господи, как же это странно. Алис, я давно тебе не задавал никаких вопросов, нам интересно, расскажи, пожалуйста, а как проходит твой день? Во сколько ты просыпаешься? Вот сейчас лето тебе никуда не нужно, казалось бы. Ну, сколько проснусь, уже только и проснусь. Класс. А тебе твои братья и сестренки младшие не будет? Разве? Спишь крепко? Что происходит потом? Вот какое у тебя расписание дня? Вот сейчас, как у тебя прошел день, или вчера? Я прямо и жду, что она скажет, никакое говнёе. Ну, скажи, сегодня ты что делала? Вот я. Раскрашивала раскраски, играла с леей в новую игру, которую придумала по раскраскам. Так. Сюда ходила, читала информатику, успела почитать три лекции с хвостиком. Так. Собственно, все, еще успела поесть. Ну, и потом ехала сюда на РБК. Да, ехала сюда. А вы сегодня, у вас были занятия, или у вас сегодня день выходной от занятий? Были. Мы рассказали, а сегодня нужно ждать три лекции с хвостиком. А сама или вы с супругой помогали? Ну, мы подобрали лекции, она их читала. И папа объяснял, что что-то непонятно. Вот, не знаю, будет ли это реклама или нет, у нас есть замечательный ресурс. Все рекламируют Курсеру, она на английском. А у нас есть бесплатный ресурс Intuit, на котором, ничего не оплачивая, вы можете получить доступ к огромному количеству лекций по программированию, информатике, курсам. Да, я прямо смотрю, этот Intuit цветет и пахнет, Евгений. Курсы всего 723, видеокурсы 243, сертификация 50. 59 прям, ну, ровнее Курсере. Это как сравнивать YouTube и Рутуб, например, или видео в одноклассниках. Математическим лекциям. Это все находится в бесплатном доступе, в общедоступном формате. И вы просто регистрируетесь, и вы читаете эти лекции, и вы сдаете тесты, и вам, возможно, дают какой-то сертификат. Евгений, по всем при том, что у вас, вы получили хорошее образование, есть дипломы, да, помимо того, что у вас есть 7 детей, есть какие-то обязанности, есть какие-то вещи, которые по дому нужно делать, которые отнимают это самое время, там сломалось, там открутилось, здесь отклеилось. Вот пусть у нас один раз мышку разобрал. При всем при этом, вы же не можете знать все, всю программу. Что-то вам придется, прежде чем дать своим детям, нужно самому изучить, потому что вам никто не помогает. Ну, хорошо, лекции, учебники. Он книжку найдет, чтобы я сама... Нет, смотрите. Папа может найти книжку, чтобы я сама все узнала. Вы по специальности, по диплому, вы журналист? Нет. А кто? Я инженер. Это были... Даже доктора на своих пришествиях, профессора совершенно спокойно относятся к тому, что они используют работы своих пришественников, своих коллег, и в ряде случаев они прекрасно знают, что они не смогут написать лучше. Правильно? То есть курсы строятся на этой литературе. И ваша задача только потом работать с этим курсом. Основа-то там. Безусловно. То есть вы вслух вместе с своими детьми читаете им учебники проверенных преподавателей? Нет, 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 нет. А как? Как же я могу читать учебники вслух? Я сама читаю. Алиса читает учебники. Хочется это понять. Вот у меня поэтому получается, что я уже прочитаю все четыре курса. Каких четыре курса? В танцовку, наверное. А, это да. Если каждый будет точно так, пожалуйста. Как же вы всемиром одновременно обучаете? Мы используем все, что нет, у нас все разное. У нас все индивидуально, у нас читают трое старших, потому что те, кто читает вслух, конечно, не могут читать параллельно. А ты или читает вслух маме? Мы используем то, что можем. Мы используем, например, помещение библиотеки, мы используем какое-то окружающее пространство. У нас нет выбора, вы понимаете. Евгений, выбор есть всегда. Я бы хотел толечку оптимизма добавить к вашей веселой семейке. Но Евгений опять жалуется. Сколько он будет ныть еще? Пожалуйста, разбудите меня, когда Евгений перестанет ныть и говорит, что у него нет выбора. Евгений, был выбор пойти работать. Свои гениальные знания, познания применять на практике. Евгений, вы же этого не сделали. Вы же сделали семь детей для того, чтобы сейчас жаловаться на телеке. Какое плохое государство не дает вам квартиру, не выделяет деньги на детей. Хотя вы, типа, обманули систему. И вместо того, чтобы отправить их в школу, которая плохая, которая травма опасная, которая не дает ребенку быстро развиваться, окей. О чем разговор-то? О квартире пятикомнатной, опять же, да. Наши зрители сейчас через YouTube спрашивают, какое направление, возможно, предмет наиболее, Алиса, тебе интересен? Биология. Или информатика. Филология и информатика. А психология? А психология это не предмет в школе. Правильно. А психология это не школьный предмет. Слушайте, вот не получается поймать, молодец какая. Скажи, пожалуйста, а что тебе больше нравится? Учиться или играть, развлекаться? Алиса. Если уже вам интересен, то и другое. Это огромное. И на папу смотрят, а то папа сейчас еще ей, это, дома-то потом нагоняй устроит, если она скажет играть в куклы там. Если я сегодня прочитаю еще три лекции по информатике, папа даст понюхать мне свою руку и потрогать, да. И, возможно, на следующий день рождения купит еще одно платье, и я не буду ходить еще год в этом платье. Хорошо, тогда... Вот мне сейчас интересные лекции. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, Алис, что тебе больше нравится? Играть в компьютерные игры, если ты в них играешь, смотреть мультики, кино или читать? А что читать? Сказки, приключения, фантастику? Ну, ну, знай. Ну, если тебе что-то, два интересного, выбери два. Три, значит, три. Ой, выборы не дают, ой, опять эта глупая система. Что, выбери что-то одно, назови свой любимый фильм, ой, господи, так кто же назовет свой любимый фильм? Назови 50 любимых фильмов. Мы, у нас эфирное время резиновое, мы тут подождем. Все интересно. Прям все, прям одинаково. Вот если тебе скажут, вот сейчас можешь идти в мультики, играть, смотреть, не знаю, там, что хочешь, читать, есть торт. Мультики отличаются от смотреть, что хочешь. Ничем. И при чем тут есть торт? Ты можешь посмотреть лекцию какую-то, какую-то, которая, допустим, есть... Лекцию, да, какого-нибудь детского психолога или психотерапевта, который расскажет, что то, что делает твой отец, не совсем правильно, Алиса. Возможно, ты сейчас будешь учиться в универе, и там об этом расскажут. Ну, вряд ли ты поймешь, потому что в таком возрасте ты не поймешь, а во-вторых, твои родители не развивают твое мышление, интеллект, они просто заставляют заучивать тебя книжечки. Читаю сама лучше. Да, это лучше, чем... Ты тебе абсолютно все равно. Из писателей, тебе кто больше всего нравится? Наверняка ты прошла, прошла какое-то количество книг, и вот... Наверное, Кир Булычев. Вообще, авторов не смотрю и не сбываю. Кир Булычев, потому что одну из главных героиней его произведения тоже зовут Алиса? А ты какие у тебя произведения Булычева помнишь? Ты помнишь что-нибудь от Булычева? Какие? Ну, назови мне скажи что. Вот там был большой сборник. Ну, назови. В котором есть девочка, с которой ничего не случится, маленькие записки. Ржавый филисмаршал, где Алиса попадает в плен к роботу, сломавшемуся. Путешествие... Путешествие лиловый шар. Еще я помню про минилофон, я недавно прочитала, перечитала. Так, и чем? Ммм, еще я знаю. Или Булычева, больше уже не помню. Как же Война и мир? Она же школьную программу по литературе за 11 класс вообще прошла. Как же, Евгений, Война и мир? Типа, школьная программа по литературе, она же должна подразумевать... Вот у нас, как бы, у нас классный руководитель Ирина Николаевна, она вела русский литературу МХК. Мировая художественная культура, да? Возможно, по этой причине я стал гуманитарием. Как у нас это выглядело? Нам давали произведение, мы его читали, обдумывали, размышляли над ним. Потом, конечно, приходили на литературу, обсуждали, какие там проблемы, да, поднимаются в этом произведении. Как мы его поняли, какая мораль, там, смысл. А здесь, я так понимаю, нахер все это идет, потому что... Ну зачем критическое мышление, если можно просто формулы изучить и просто писать их? Давай остановимся про развлечения. В общем, натуре много космических путешествий. Так, Алис, я хочу тебе предложить... Ты можешь сейчас здесь, на специальной доске, которая у меня есть, написать какую-нибудь формулу, которая помнила? Из... Сейчас... Слышь, чё? Напиши, это же формула не... Слышь, ты такой... Слышь, где-то там кое-что. Желать вам только удачи. У нас большое количество ваших поклонников... Он просто, понимаете, выглядит как в цирке. В цирке вот собачки, кошечки, да, вот у Куклачева. Они тоже, ну вот, кошки. Они же изначально не умеют там на мячиках прыгать, там, через эти кружки какие-нибудь огненные, еще что-то там. Как-то взаимодействовать. Так же и детишки. Они в свои 9 годиков не умеют, не знают такие формулы, да. А здесь папаня, как Кулачев, надрессировал своих детей, которые теперь как в цирке, их приводят постоянно на телеканал и говорит, ой, как нам надоело все это, что... Постоянно кому-то что-то доказывает, а потом ведущий достает доску и просит написать формулу. И папа такой, ну, Алиса, давай-ка, напиши формулу, все-таки за что нам деньги платят здесь. Ну, фрик-шоу, самое настоящее фрик-шоу. Насчет вам только удачи, у нас большое количество ваших поклонников, которые в сети интернета и в YouTube желали вам удачи и восхищались. Спасибо. Естественно, не будет для вас новостью, что есть большое количество скептиков и хейтеров. Конечно. В любом случае, с вами... Насчет скептиков и хейтеров. Алиса уже поступила в НГУ и у нее там есть чат группы, где девочки переписываются в группе. Ну, там в основном девочки, поэтому я сказал, девочки переписываются по вопросам группы. Ну, там, типа, обсуждали какие-то бальные танцы. И так как Алиса тоже там учится, она вроде как в группе, но она не принимает участие в обсуждении, потому что она не про социализацию вообще непонятно, как она будет заводить друзей. Она сейчас 13 лет там закончит НГУ и все. У нее общения ни с кем никакого не будет. Только, опять же, сейчас это выглядит, она дальше внутри семьи будет заниматься с более младшими. Потом, может быть, я не знаю, как, опять же, она будет с мужчинами взаимодействовать, когда станет совершеннолетней. Потому что, опять же, в школе она не училась, в садик она не ходила. В универе она ходит с папой, но представьте, девочка 9 лет, а там у 17-летней девочки, они с ней общаться не будут. Это, тем более, папа тут ходит. Короче, в этом чатике тоже есть отец какого-то хера в группе МГУшной Алисы, и он, значит, начал унижать, оскорблять девочек, которые там сидят. Вот даже показать вам могу сейчас. Я правильно понимаю, что вы отец Алисы, потому что беседа создана для студентов, а отец Алисы таковым не является. Вероника, я правильно понимаю, что вам Алиса как кость в горле? Я не про Алису, а про вас. У вас комплексы по поводу чего конкретно, вашей внешности, вашего интеллекта, вашего обучения в МГУ, что именно вам спать мешает? Вы отец Алисы? Как вам, как вам отец Алисы в чатике студента МГУ? Блять, что не так с этим мужиком, я не понимаю. В общем, такая вот интересная история Алисы Мундеркинда. Блин, это очень странно на самом деле. Я не то, что переживаю, уж не за Алису ли мне переживать, а в общем ждем, когда Алиса закончит свое образование в МГУ на психолога. И сразу же бежим записываться к ней на сеанс. Она же будет дипломирован психологом 13-летним. Батя вообще и за 2 года не исключает, что она закончит. То есть и в 11 лет она может стать психологом. Но она говорит, что работать она не будет, как и ее батя. В принципе, она же видит, что батя не работает. Так что, в общем-то, типа, скорее всего, она потом второе, третье, четвертое высшее пойдет получать. И, блин, жаль, мы даже не запишемся к ней на прием. Хотя бы, возможно, она своего батю полечит, там, ему головушку. Хотя, я думаю, его уже никак не вылечить. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете. А у меня на этом все. Увидимся с вами снова завтра. Надеюсь, в новом видео.